здравствуйте дорогие телезрители с вами снова игра думай знай познавай супер блиц и сегодня в преддверии нового года я хотел бы каждому из вас пожелать здоровья счастья удачи пусть будутся все ваши мечты пусть радость придет в каждый дом ну а мы вышли снова на нашей улице для того чтобы разыграть пять вопросов и дать людям возможность выиграть кубок видное тв ну что проверим насколько удачливы наши граждане нашего дорогого города вперед проверим представьтесь пожалуйста лидия лидия очень приятно меня кирилл зовут готовы итак первый вопрос он тест вопросе будет три варианта ответа во время какого вооруженного конфликта празднование нового года в нашей стране было под запретом во время первой мировой второй мировой или во время крымской войны скорее всего сейчас подождите я вот сомневаюсь или крымской войны или некоторые крымскую войну называют еще нулевой мировой потому что все были против нас в этой войне первая мировая первая мировая мне кажется праздновали 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 давайте во второй праздновали 2 1 значит наверное а насколько уверены ну блин на 5 на 5 на 5 это правильно действительно первую мировую войну празднуем нового года было под запретом а знаете почему потому что воевали с германией и считали что это чисто немецкий праздник поэтому было под запретом второй вопрос в каком веке появилась песня в лесу родилась елочка вариант ответа в девятнадцатом в двадцатом в восемнадцатом или является эта песня народной и неизвестно в каком веке она появилась ну это вы точно я не знаю но так могу предположить точно ответ не знаю скорее всего наверно будет это давайте в двадцатом хороводы водили вокруг елочки хороводы водили но не не помню как учесть не помните какую песню в лесу родилась елочка в лесу она нет у меня такой не было почему-то мои другую пели а сейчас не поете мы поем по его эти детками поем отлично вы считаете что двадцатом восемнадцатом не ну почему может быть и двадцатом ну может первое решение более правильно но давайте до двадцатом а насколько уверены давайте на 5 так на 5 и это тоже правильно в двадцатом веке в 1903 году были написаны слова к этой песне а в 1905 году написана музыка следующий третий вопрос благодаря декрету от 26 января 1918 года появился один популярный праздник который отмечается многими жителями нашей страны нашей страны и даже есть фильм с названием этого праздника что это за праздник девятьсот восемнадцать тысяч девятьсот восемнадцатый год декрет который матери который перевернул с новым годом связано мама что ну это скажем так было давайте назовем это постановление было переходе на я даже подскажу вам тем обещал подсказывать а в декрет на отпуск вы видите что было жить сейчас это это была такая знаете директива декрет о переходе на другое время то есть вот мы жили в одном время всего все я поняла в декрете а декретно понятно и так что за праздник появился вот взяли да ты все перенесли перепутали все но я поняла это в этом но я волнуюсь чё там не волнуйтесь если спутались волнуйтесь видите взяли даты перенесли но старый новый год и но новый год и что-то я ну так какой праздник на новый год какой но вы не какой но ну вот мы празднули сюда новый год и вам такой праздник появился вот и разница издали это ответ да насколько уверены на 3 на 3 старый новый год он появился в 1918 году возник он чисто случайно зато ну не случайно конечно было было постановление было это директива которая которая и перенесла эти даты то мы праздновали по юлианскому календарю а коммунистическая партия решила что мы будем с 18 года праздновать по григорианскому календарю и вот у нас такая штука вышла появился такой праздник старый новый год отлично итак у вас 13 баллов 4 вопрос в каком советском но популярнейшим кинофильме присутствует следующая фраза кстати тоже связан с новым годом бабу ягу со стороны брать не будем воспитаем в собственном коллективе так но вы знаете я как-то с такими фильмами вы не любите советское кино нет я очень люблю советское кино но я их не все смотрела и возможно этот фильм войдет я думаю что вы смотрели этот фильм связан с новым годом с новым годом но их много связано с новым годом советские а если я вам подскажу вот например там главную роль сыграла гурченко гурченко новый год но это голубой огонек по-моему да она вот где она пела или это более уже в таком она возрасте будет ну скажем так на празднике она пела на сам фильм называется мой сам фильм точно не помню не могу сказать вот честно с карнавалом называется карнавальная ночь точно да а может день нет ночи карнавальная ночь насколько уверены но на 5 давайте на 5 это правильно это действительно карнавальная ночь последний пятый вы самый решающий кто из русских царей перенес встречу нового года на 1 января то есть царей да вы его точно знаете николай николай я его точно знаю а кто еще нас цари были кроме николая надо вспомнить николай у нас вообще-то император и пыли да точно он император прошу прощения так ну давайте а кто нас был и царем и императором вы меня гоняйте в краску не на кроме в краску на морозе это самое дело вогнать так он еще со шведами воевал история видите как 4 с минусом знала и на ничего 4 с минусом сейчас тебе точно будете на 4 с плюсом знать ну я я сейчас вот в мнусь и мнусь я просто я понимаю о каком вы говорите я могу сказать как 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 его зовут он и императором был и царел стыдно ребят стыдно давайте надо 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 кубок надо заработать скоро новый год дочь подсказывай давай дочь подсказывай как дочку зовут пусти не пусти не пусти не ну вам не знаю ну кто у нас может быть и царь и император короткое имя он самый первый из трех какие у нас есть именно петр петр уверены да 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 сколько баллов на 3 на 3 то есть надо чего не достать чего не достает можно на два даже Нет, три Это Петр Первый, да, в 1699 году Итак, у нас набран 21 балл, а это значит, что мы вручаем кубок Видное ТВ Вот такой кубок, пожалуйста, берите, владейте Хочу вас поздравить с этим Ну, это, и поскольку у нас вот и музыка такая, и в преддверии Нового года Скажите, пожалуйста, что бы вы пожелали в Новом году нашим телезрителям? Ну, вы знаете, все желают почему-то с Новым годом, с новым счастьем А я бы хотела пожелать в Новый год войти, но со старым счастьем Пусть оно у вас остается Не нужно какого-то нового искать, оно вот есть у нас, вот Я хотела бы в Новый год войти, вот И всем пожелать, конечно, здоровья В сегодняшней нашей ситуации всем здоровья Есть здоровье, есть все Спасибо большое Спасибо вам огромное, спасибо, удачи вам, до свидания Всего доброго